Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС, студия Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Через Вану, когда допросили, в какой атомной станции можно это увидеть, они нам рекомендовали Смоленские атомные станции. Специалисты Армянской АЭС будут использовать опыт смоленских атомщиков по организации инженерной поддержки эксплуатации. Мы с удовольствием приняли участие в этом тестировании, потому что задача нашего руководства быть, конечно, грамотным везде и во всем. День грамотности на предприятиях отрасли. Впечатления, конечно, хорошие. Везде сейчас чистота, порядок. Стартовал проект «Связь поколений». Ближе, ниже, ниже, еще ниже. Прям можешь прям дотрагиваться магнитом. Вот, собирай, 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 собирай. Атомщики помогли реализовать социальный проект «Школа, доступная всем». Высокий уровень проведения соревнований, хорошая организация, наличие необходимого инвентаря и, что самое главное, наличие необходимой акватории. В Десногорске завершился сезон водных видов спорта. На плановом совещании с руководителями подразделений директор «Смоленск АЭС» сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе находится 27 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков, выработка за прошедший период 156 млрд 367 млн кВт-часов, что составляет от задания фаз 102,2%, и мощность 23 180 мВт суммарно по концерну. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки, нагрузка суммарная 2070 мВт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок – 138-е сутки ремонта с ЧЗТК и ПСЭ. Выработка электроэнергии за 15 дней октября составила 698 млн кВт-часов. С начала года выработано более 15 млрд кВт-часов, сверх плана 462 млн кВт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Специалисты Армянской АЭС изучили передовые практики Смоленской станции в области инженерной поддержки эксплуатации. Они побывали на предприятии в рамках программы по обмену опытом Всемирной Ассоциации Организаций, эксплуатирующих атомные станции. Через Вану, когда попросили, в какой атомной станции можно это все увидеть, они нам рекомендовали Смоленской атомной станции, потому что на высоком уровне, по их мнению, здесь стоит вот эта инженерная поддержка. Как подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС Олег Кужениязов, инженерная поддержка оказывает существенное влияние на безопасность работы энергоблоков, поэтому ее совершенствованию станции уделяется большое внимание. Инженерная поддержка оказывает существенное влияние на безопасность атомной станции. Она включает в себя такие значимые для безопасности направления, как контроль испытаний, анализ влияния на безопасность режимов работы, устранение отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации. Представители армянской станции изучили практики Смоленской АЭС по управлению временными модификациями, контролю конфигураций, мониторингу работы энергоблоков, применению вероятностного анализа безопасности, управлению изменениями организационно-функциональной структуры, менеджмента инженерно-технической поддержки и эксплуатации. Они побывали на действующем энергоблоке в турбинном и реакторном зале, на блочном щите управления, также посетили полномасштабный тренажер блочного щита управления, где проходит подготовка оперативного персонала. Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации армянской АЭС Ашот Ардубекян, Россию и Армению связывает тесное сотрудничество в области развития мирного атома. У нас проект российский, был построен наша станция российскими специалистами, мы просто продолжаем их традиции. Все нормативы у нас, все нормативные базы атомной энергетики, российская, так что связь, о связи не будем говорить, там тесное сотрудничество с российским атомщиками. В числе положительных практик зарубежные коллеги отметили действующую на Смоленской станции автоматизированную информационную систему ЕСОМС, которая позволяет в электронном виде вести всю необходимую оперативную документацию, а также реализовывать принципы управления временными модификациями. По мнению участников программы ВАО АЭС на Смоленской станции, получился обоюдный обмен опытом. В рамках Дня грамотности в Росатоме на Смоленской АЭС с 1 по 5 октября проходило тестирование на знание правил русского языка. Всего в нем приняли участие 136 работников из 29 подразделений станции и один сотрудник подрядной организации Смоленского филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт». Тестирование проходило как в очной форме в конференц-зале АБК, так и дистанционно. Мы с удовольствием приняли участие в этом тестировании, потому что задача нашего руководства быть, конечно, грамотными везде и во всем, правильно составлять документы, правильно делать презентации, правильно разговаривать. И, в общем-то, наверное, сейчас уже даже со школьной скамьи все больше и больше повышаются требования грамотности населения, грамотности наших детей. Я думаю, что мы должны этому соответствовать, поэтому с легкостью и интересом проходим данные тестирования. Награждение победителей и призеров тестирования состояло 12 октября. В очном тестировании третье место заняла ведущий психолог лаборатории психофизиологического обеспечения Анжелика Судакова. На втором месте ведущий специалист секретариата Лариса Прудникова. Победителем стала инженер производственно-технического отдела Смоленской АЭС Нина Люлюкина. В заочном тестировании третье место заняла специалист казначейства Татьяна Потапова. Вторым стал инженер отдела ядерной безопасности и надежности Андрей Иванов. И первое место заняла инженер электрического цеха Елена Александрович. Определились также самые активные подразделения станции – административно-хозяйственный отдел, учебно-тренировочные подразделения и санаторий-профилакторий Лесная Поляна. Безошибочно выполнила тест и в итоге стала победителем сотрудник смоленского филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» Лариса Пруленцова. Мне очень хотелось опроверить свой багаж накопленных знаний, которые я в той советской школе еще получила. И воспитывая троих детей, я как бы все это в памяти постепенно вспоминала, вспоминала. Ну и вот, приняв участие в этом конкурсе, получила вот такой результат. Давняя мечта ветеранов цеха централизованного ремонта побывать на своих рабочих местах воплотилась в жизнь благодаря администрации атомной станции и ветеранской организации. Мастер, машинист крана, слесарь – с этих должностей они уходили на заслуженный отдых. Кто-то буквально несколько лет назад, кто-то больше двух десятилетий не был в стенах Смоленской АЭС. Конечно, впечатление против того, что было, это, как говорится, небо и земля. Очень все стерильно, можно сказать, как в операционной. Красиво, удобно. Что характерно, мастерских после того, как было, сравнений никаких нет. Вот даже здесь, пусть это не мое подразделение, но тоже слесарная, как говорится, мастерская. Инструмент весь на виду, не надо ни у кого не просить, если у тебя нет. Все на месте, все чисто, все под руками, все хорошо. Бывшим труженикам интересны любые изменения. От внешнего вида главного корпуса до технологических процессов. Вместе с заместителем начальника цеха централизованного ремонта Петром Блешуковым экскурсанты направляются в машинный зал. Дальше ветераны идут в помещения главных циркуляционных насосов, грузоподъемных механизмов, вспомогательных систем реакторного отделения и ремонтно-механические мастерские цеха централизованного ремонта. Везде их встречают с улыбками, расспрашивают о жизни. Начальник цеха централизованного ремонта Владимир Итеркин, пообщавшись с бывшими коллегами, желает им крепкого здоровья, приглашает еще раз на экскурсию и спешит по делам. Сейчас на Смоленской АЭС горячая пора модернизации энергоблока номер 3. В мастерских гости приятно изумлены, рассматривая яркие маркированные стеллажи, идеально чистое слесарное оборудование и оснастку. Впечатления, конечно, хорошие. Везде чистота, порядок, везде мастерских. Только мы были в ТЦРовских мастерских. Везде порядок. Смоленская АЭС ждет в гости ветеранов других подразделений. Экскурсии продолжаются. В Десногорске состоялось финальное мероприятие социально значимого проекта «Школа, доступная всем», реализованного при поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и Смоленской атомной станции. Квест с английского переводится как «Поиск». В этой игре команды проходят различные испытания по маршруту, на котором расположены игровые станции. Дети разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы по произведениям Александра Пушкина, придумывали рифму к словам, рисовали осенний пейзаж. Но самым интересным для них оказалось задание по химии. Школьники пытались очистить соль от примесей, железного порошка и песка. Успешно завершив каждое задание, ребята получали конверт с буквами, с помощью которых в конце квеста они составляли слоган. Игра подарила детям массу хорошего настроения и незабываемых впечатлений. Мы на уроке творчества рисовали фломастерами, пластилином и красками. И мы там нарисовали дерево с рябинами. Опытом мы там очищали грязный песок от чистой воды. Мы сначала убирали магнитную строчку магнитом, потом еще мы делали это, разогревали, и там получалась у нас соль. Слоганом игры стала фраза «Поверь в себя», ведь именно вера в себя – это ключ к успеху. После подсчета баллов победителями игры стали Глеб Абраменков, Илья Шипаров и Екатерина Шамрина. Все участники были награждены грамотами и подарками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высокий уровень проведения соревнований, хорошая организация, наличие необходимого инвентаря и, что самое главное, наличие необходимой акватории. Потому что у вас здесь теплое водохранилище, ну, летом само собой, а сейчас в октябре, середину октября, еще с погодой повезло, вода теплая. Здесь много наших друзей, мы уже знакомы не один год, и дружеские такие соревнования, все довольны, подарки все получают, медали. Здорово! В соревнованиях приняли участие 6 женских, 9 мужских и 8 смешанных экипажей, около 200 спортсменов. В женских заездах на дистанции 1500 метров в упорной борьбе спортсменки акционерного общества ЭЦМ стали бронзовыми призерами. В микстах на дистанции 1000 метров наши команды уверенно завоевали две ступени педестала. Второе место – турбосервис, мужская сборная Смоленская С и женщины Смоленская С сервис. Третье место – не надо паники, мужская сборная Смоленская С и женщины акционерного общества ЭЦМ. Соперники супер! Мы тоже супер! В следующем году будет еще лучше, мы будем стараться, мы будем прямо очень сильно стараться, заниматься будем и надеемся, что у нас все будет хорошо и все получится. Как всегда, самая азартная борьба развернулась в мужских гонках. Здесь не было равных сборной Смоленской АЭС команде «Атом». Они одержали победу на обеих дистанциях – 2500 метров, оставив практически на целый корпус лодки позади своих титулованных соперников из Москвы и Твери. Этот сезон запомнился прежде всего чемпионатом мира в Лобном Венгрии, где мы заняли седьмое место среди самых сильных команд в мире. Считаю, что это очень существенное достижение нашей команды, за что еще раз хочется поблагодарить руководство нашей станции и профсоюзный комитет за поддержку, за то, что нам помогаете. Большое вам спасибо. На следующий год хотим поехать на полный чемпионат Европы, где хотим попасть на пьедестал. Считаю, что у нас очень хорошие шансы у нашей команды. Единственное, надо подготовиться и начать уже, наверное, сейчас. Завершились соревнования торжественной церемонией честования победителей и призеров, которые были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками Смоленской АЭС и профсоюза атомной станции. Закончился сегодняшний марафон, закончился сезон, но расстраиваться не стоит, впереди вас ждут новые старты, новые победы. Ну а мы со своей стороны всегда рады вас здесь увидеть, принимать участие вместе с вами во всех соревнованиях. Подводя итоги грибного сезона 2018, главный судья соревнований, тренер профсоюзной организации САЭС Вячеслав Раков, отметил, что в этом году десногорские спортсмены, как взрослые, так и дети, несли достойный вклад в историю водного спорта нашего Атомграда. Мы закончили, считаю, что очень неплохо. У нас грибцы, байдарка, мы Краснова Дмитрия возили, он 2001-2002, и Ракова Михаила на соревнованиях НГФСО. Это официальное соревнование в календаре России. Дальше будем расти. Есть, как говорится, планы огромные, просто огромное здоровье, желание. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе на этой неделе. С 20 по 21 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет первая игра чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Встречаются команды Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Смоленск АЭС и Курс КАЭС. Начало игр в 17.30 20 октября и в 11.30 21 октября. Также пройдут товарищеские игры юношеских команд из Десногорска и Курчатова. Начало игр в 16.00 20 октября и в 9.30 21 октября. Приглашаем поболеть за наши команды. А на следующей неделе с 22 по 25 октября в Цессоне Трино пройдет восьмой фестиваль патриотических программ работников концерна «Росэнергоатом» «Свет России моей». 22 октября в 18.00 торжественное открытие фестиваля. С 23 по 24 октября в 15.00 пройдут конкурсные программы. 25 октября в 18.00 торжественное награждение участников фестиваля «Галла-концерт». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»